здравствуйте с вами фитнес также известный как out on pro и сегодня речь пойдет про им про финалы и насколько я помню это седьмой сезон уже м что же произошло в ганновере ганновере произошла в принципе тотальная доминация корейцев во всех кибер дисциплинах но мы конечно же поговорим про league of legends давайте сначала про команды было 12 команд кстати очень странная система на мой взгляд чаще всего команд кратно четырем но смысле 4816 то есть 2 в какой-либо степени в этот раз было по шесть команд и принципе это реальная доминация корейцев над всем остальным светом учитывая что не было остальных азиатов сильнейших азиатов как type assassin's world элит и вроде я еще кого-то забываю но type assassin's и world элит что мы имеем групповая стадия гамбит гейминг группа а 50 обыграли всех чемпионов си джи эндус blaze millennium incredible miracle заметьте тоже кореец фнатиков pain gaming провальная игра от фнатиков 14 принципе более-менее равна игра millennium incredible miracle и я бы даже сказал pain gaming который кстати на мой взгляд показали именно в первой игре против гэмбит гейминг более менее интересную стратегию против которой в начале гэмбит гейминг не знали что делать но pain gaming сами заглушили себе всю игру тем что они пикнули варуса а не кейтлин если бы был пик кейтлин я думаю что гэмбит гейминг б но по либо проблем у них с победой но был пикнут варус группа б песка телеком т1 я честно скажу я практически не смотрел игры я комментировал виде гостя первые три игры насколько я помню была игра evil genius versus frost и искатели ком против ростов они кстати выиграли потом 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 еще какую-то игру я комментировал я не помню вроде мимы вроде игру мимов что мы имеем две корейские команды четыре европейские команды проходит одна европейская команда провальнейшая игра мимов жучайшая игра из к гейминг и жучайшая игра evil genius в свою очередь черные лошадки а nexus проходит четверть финал что из этого вообще всего я бы хотел сказать система лкс об этом много говорили иностранные комментаторы она ужасна люди постоянно перелетают за счет про правил я бы так сказал визовых правил люди из иностранных государств не все кстати каких-либо насколько я знаю полики и русские могут находиться в течение шести месяцев только три месяца за границей за этого приходится нашим ребятам и остальным большинству команд тоже летать постоянно туда-сюда из россии там из польши в европу что могу сказать конкретно про игру evil genius была ужасна то есть мягко сказать она была ужасна провальнейшая игра конкретно с нупи во фнатиках провальная игра была всех опять же провальная игра была цианида сейчас не дотягивают европейские джанглеры большинство европейских джанглеров до уровня азиатов в свою очередь а nexus показали себя с хорошей стороны ну по крайней мере лучше чем и в очень с чем фнатики чем искать гейминг и чем meet your makers и того у нас шесть так сказать четверть финалистов гэмбит гейминг и искатели ком-1 сразу проходит у нас в полуфиналы давайте посмотрим плей-офф и плей-офф и миллениум проигрывают frost там это было ожидаемо по крайней мере мне то же самое blaze выиграют one axis а я не сомневался честно я эти игры не видел но я не сомневался что там будет стата 20 в принципе без шанс дальше была игра гэмбит гейминг против frost of я подсказал игра получилось довольно таки провальная для гэмбит гейминг они пробовали делать то что им делать не надо было то есть если во второй игре у них это получилось то есть инвейды то в третьей игре немного было это конечно печально что вообще могу и хотел бы сказать про нету переключилась на starcraft что я бы хотел сказать вообще конкретно про игре по игре гэмбит гейминг против frost очень многие флеймит алексича за пик twisted фейта в первой игре очень много народу флеймит генджу как это не смешно как это не смешно из пяти человек в гэмбит гейминг заметьте это говорю я я говорю адекватно отыграл только госу пейпер то есть из пяти человек отыграл все три игры на одном более менее высоком уровне только госу пейпер очень чувствуется усталость очень чувствуется она у алексича его пики были немного странные честно скажу были немного странные пики пик джакса в первой игре для дарина я не знаю честно скажу то есть кто это сказал алексич или же дарина выбрал для себя этот пик но это было мягко сказать странно в третьей игре это было вообще тотальная клоунада то есть клоунада в плане того что во первых не очень адекватные свапы совершенно неадекватные свапы зная что на бот пойдет более сильный лейн нет правы они свапаются они не свапаются одним словом что это за что это за черт вообще далее пик насоса при инвейде проблема нас заключается в том что на первом левле он и вправду делает совершенно сумасшедшее количество дэмэджа полностью отсутствует контроль то есть вы качаете е или качайте q насколько я помню даймонд прокс прокачал е и пик твист фейта который чисто для контроля про пик на топ синджау вообще в принципе он ничего не решал то есть пиксина был более-менее адекватен конкретно в этой игре но еще раз но игру они проиграли даже не из-за того что там алексич плохо сыграл на 300 фейте что его звонил казикс не в этом дело чувствовалась усталость полное уничтожение леса даймонд прокса из-за этого инвейда москву файф это не та команда которая должна инвейдить объясню почему зачем люди инвейдит то есть это такая небольшая понимаете секреткой можно так сказать люди инвейдит так и да когда они считают что они слабее что у них слабее сетап что им нужна доминация что они по уровню игры слабее много факторов то есть много факторов это у нас не соло куэт у нас командная игра инвейд не всегда дает какое-либо преимущество то есть если вы там взяли один килл это не всегда опять же дает преимущество иногда вас просто после этого зажмут как показали frost и не дали они даймонд прокса забрать красный баф не дали они алексичу помочь ему то есть казикс его прессовал вначале он получил преимущество полу и потом он просто прессовал алексича и ничего не давал ему сделать конкретно про пик еще я бы хотел сказать твистед фейта пик твистед фейта против такой сильнейшей команды азиатской был немного конечно странный алексичу надо было придерживаться все же пика не за да не за конкретно в этой игре не нужно был z конкретно в этой игре нужно было пикать мне кажется райза раз был хорошим выбором на первом левле у него есть клетка он хорошо стоит против казикса он очень силен в гейме и алексич очень сильный райз ладно перейдем к следующим играет си джентус блэйс против ска телеком т1 игра получилась также весьма скучно я наблюдал только второй матч первый матч я не видел была игра довольно таки скучная без каких-либо там интересных пиков сказать мне на самом деле ничего искать точнее с джентус frost против с джентус блэйс но игры были ужасны то есть первая игра она была тотальная доминация команды frost потом в принципе три игры но две игры были также доминация блэйсов и третья игра была более чем интересно опять же никаких сумасшедших пиков были инвейды были там какие-то в моды игры но это корейцы понимаете то есть это корейцы тем более то они подписаны под одной и той же организации первое место второе место мне сейчас наговорить об этом просто немножко лениво сейчас на мой взгляд сейчас на мой взгляд единственная вообще единственная команда во всем мире которая может что-то противопоставить азиатам эта команда гэмбит гейминг но им нужно отдохнуть это сто процентов им нужно отдохнуть ладно давайте приступим мужик ингейм статс интересная на самом деле системка принципе статистика не показывающая ничего кроме вот кроме вот это вот most played hero к сожалению банов у нас здесь нету может быть здесь учитывается баны но я что-то сомневаюсь говоря про kill does и так далее но rapid start он отыграл реально весь турнир офигенно киллер ambition ну тоже молодец ричест тоже принципе статистика не показывающий ничего везде си джентус frost и джентус blaze это просто означает что они лучше всех убивают у них принципе ну как объяснить можно наверное сказать все же что персональный скил у них очень высокий то есть overall много игр много всего и посмотреть какие статистики минин киллер опять же rapid star ambition то есть как мы видим реально азиаты впереди планеты всей худший игрок всей планеты это ангуш учитывая что он играл только в групповой стадии ну там и в плей-офф их 0 2 так что худший игрок планеты все это ангуш мост плейд хиро вот самая интересная статистика на мой взгляд статистика реально показывающие все самый уп саппорт самый сбалансированный саппорт у нас лулу я об этом говорил и вроде даже к комендировал этот турнир что персонаж реально очень силен его не банили его не всегда кстати забирали на фэс пик но был пикнут он практически всегда реально очень сильный персонаж это показывает что зря они нерфили тариков и так далее об это лулу та же сона треш лулу будут нерфить что будут нерфить лулу на данный момент у лулу слишком много саппорта то есть в плане давайте просто рассмотрю банальную ситуацию у вас есть а д кэри во вражеской команде есть у вас есть выбор какого саппорта выбрать вы думаете может быть я выбрану выберу али стара тарика зачем лулу есть контроль замедление контроль я имею ду хекс шелда на 250 хп и ульта на 550 хп учитывая что чаще всего есть какое-то небольшое количество ап у нас получается что лулу просто дает а д кэри минимум 800 хп то есть минимум 800 хп чаще всего эта цифра где-то достигает 900 хп если проходит колдаун то добавьте к этому еще где-то 300 то есть лу реально на данный момент как саппорт это именно саппорт то есть идеальный скилл сет идеально говоря же про следующего персонажа мисс форча много пиков банов насколько я знаю не было говоря вообще про д кэри давайте про д кэри мисс форчан кейтлин варус были еще и зрелы в принципе мне статистика по чемпионам нравится даже были немного пики аши насколько я помню была война вроде была одна игра на корке опять же много игры я проиграл а точнее пропустил но вот это вот статистика 45 персонажей то есть это у нас мисс форчан кейтлин варус ургот и изрил в принципе это достаточное количество а д кэри которые сейчас нужны вообще по определению на мой взгляд на мой взгляд это достаточно то есть сказать что мисс форчан уп нет ни уп сказать что кейтлин уп нет варус а д кэри мне кажется на данный момент а кстати были пики как мол на мой взгляд а д кэри сейчас вот конкретно в плане персонажей в принципе сбалансированы если говорить о конкретных нерфов которые ввел бы я я бы на самом деле их вообще не вводил но мисс форчан можно срезать чуть-чуть срезать а early game damage то есть и сейчас у него вроде 55 стартовый дэмэдж может сделать 52 то есть на мой взгляд это нормально говоря про кейтлин ей нужно чуть-чуть увеличить куда он на ку все то есть больше нервить никого не надо и вот то что о чем я говорил а рамбл здесь я сразу поставлю сразу крабло я поставлю а еще сиджи да и элис то есть на мой взгляд существует 4 ап персонажа на топе это рамбл сиджет элис и владимир но владимир у нас не пик или не банили поэтому при него говорить я не буду то есть рамбл элис сиджет на данный момент совершенно дисбалансированы все три то есть если элис поднерфливают причем так как я кстати сказал это довольно таки смешно я в каком-то видео ли в стриме сказал что и понерфит кустал из дэмэдж успела не процентажный дэмэдж а вот именно дэмэдж я прям как в воду глядел ее поднерфит говоря про рамбл и синджета синджета тоже нерфит ему нерфит бурст ему нерфит ульту теперь она не дает крауд-контрол-редакшн то есть тенасити и я нерфит дэмэдж то есть на 40 плюс еще там ap scale если где-то синджет собирает в лейтгейме порядком наверно 300 300 ap то дэмэдж ерски уменьшится где-то на 6070 ну учитываем эти кризис говоря про рамбл срочно нужно нерфить ему нужно нерфить все вообще все белки кроме ешки огнемет нужно нерфить то есть на мой взгляд не вот нужно нерфить а где-то если я точные цифры не знаю дома что например 50 секунду до без ap нужно где-то понерфить это число на 5 шелду нужно понерфить где-то на 10-15 количество обзорба и нужно нерфить ульту то есть вот этот вот стартовый дэмэдж ульты когда она используется и первый тик а я думаю что первый тик должен быть проходить чуть чуть позже сейчас как проходит то есть проходит вот этот вот дэмэдж там например 300 до и тикает она там пять раз по 100 то есть проходит стартовый дэмэдж не 300 на самом деле а 400 то есть первый тик проходит сразу вот этот первый тик нужно задержать на секунду ну или там сколько на полсекунды то чтобы человек мог хотя бы вы слышите пути чуть чуть меньше дэмэджи то есть если естественно используют ульта рамбла в какую-нибудь ульту джарвана ничего не изменится но сам по себе рамбл должен быть понерфлен причем срочно он сейчас совершенно дисбалансировал дальше у нас саппорты это сона и трэш обоих нужно ну если сону нужно наоборот бафать скорее то есть sony нужно увеличивать стартовые статы это сто процентов нужно увеличивать даже не хп армор ей нужно нерфить дэмэдж то есть чуть-чуть нужно нерфить девочек говоря про трэша когда я комментировал я сказал ему нужно срочно нерфить именно к успел то есть вот это вот вся вот фигня съешьки что откидывает притягивает все нормально ульта сбалансированная полностью вышка притягивание range многие флеймит на range нет range совершенно нормальный так и должно работать трэшу нужно нерфить q объясню почему у трэша на данный момент самый упак контроль в игре почему идет притягивание вы можете где-то подождать секунду может быть даже около полторы где-то один и две секунды человек стоит в контроле то есть тотальном дизейбле работает как таунт ари после этого трэш притягивается использует свою ешку это тоже контроль чем-то напоминает ну от подкидывания алистара и после этого он еще замедляет за счет в принципе не очень больших колдаунов трэш это может сделать за fight два раза то есть притянуться там и подкинуть три раза что нужно делать нужно нерфить q то есть длительность кушки если сейчас она что-то порядком полторы секунды нужно делать полсекунды то есть полсекунды быстрое притягивание и выбор или или ты притягивать трэш притягивается или просто притянулся персонаж ближе на данный момент это притягивание просто для саппорта совершенно неадекватно да но кастится чуть дольше чем хук близ кранг но рейндж чуть чуть выше чем у хука близ кранг попасть им в принципе довольно таки просто в общем на мой взгляд трэш в этом плане у пешный а а дальше у нас идут джанглеры волейбир ксин джао было очень много банов и того и другого персонажа был были баны волейбира были баны ксина и были баны джарвана что он показал этот турнир этот турнир показал что на данный момент джангл является тотальной чушь не какие у нас были джанглеры на этом турнире я имею ввиду джанглеров которые повлияли на вообще ну выигрыш своей команды это был ксин это был волейбир это был джарван это здесь я немножечко потом поговорю об этом и пожалуй нас был в исполнении насколько я помню даймонд прокс давайте я скажу что там даймонд прокс молодец это реально очень сильный персонаж проблема проблема была в чем слишком маленький пул джанглеров полностью убирается давайте посмотрим на лолкинге полностью убираются все саппорт джанглеры был один пик скарнера и объясню почему скарна был пикнут конкретно против генжи потому что генжи играет с гостом но из-за этого в принципе своей команде конечно игру очень сильно усложнил а его два раза цепляли через флэш ульту скарнера и гостаем он не помогал говорят про так мета я не буду долго здесь смотреть о джангл 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 то есть тут я даже не буду говорить кто не играбельно синджао грабили был пик умимов ногтюр на один кстати выиграл игру но не играбельно сих пор лисинов не было хикаримов кстати не было потому что он не играли кому да не было был вроде как один раз самому тоже не очень удачно и того у нас четыре джанглера джарон ксин волибиры и кто там был но и предположим нас огромное количество персонажей которые по идее мог быть джанглерами и никого не пикают говоря про джарона было очень заметно что этот персонаж с огромным скилл капом это правда так огромное количество ошибок у большинства джанглеров которые играют на нем говоря огромное я подразумеваю огромные люди реально мне как джанглеру естественно соло кушного но все же как джангл было это очень заметно люди и вправду не умеют играть за джарона на высочайшем уровне очень много ошибаются не делают того что они могут делать того что они должны делать не было каких-то мэдмумов не было каких-то мэдганг а ничего такого не было и того у нас оставалось в принципе два таких реально два джанглеры которые были практически в каждой игре это был волейбер и ксим то есть это смешно из такого огромного чемпион пола иметь двух грабельных джанглеров ну здесь что-то не так определенно здесь что-то не так а конкретно в плане вот это вот компетитив игры высокого очень уровень нужно конечно же что-то менять наверное все же даже в лесу не совсем в поведении джанглеру просто сейчас но он пикнули вы какого-нибудь или старого леса и вы фармить лес не можете просто банально у вас не хватает дэмэдж это нужно менять это конечно же нужно менять в а были еще шин джанглеры но там шины использовались больше как контр пушеры точнее сплит пушеры они очень много было ганков если это были ганки это больше было от команды sg то есть были такого плана знаете очень агрессивные ганки в принципе работала но джангл и шин совершенно не подходит для того же с лаки и того мы имеем ну определенный джанглер который подходит только для высочайшего уровня игры дальше про трэш я поговорил про декаре поговорю к сожалению статистики дальше нету но без киуда сосис тратил олафы грагас и кстати заметьте очень странно rapid star очень много играл на грагасе играл офигенно пика он его один против 2 лейны а он его пикал против а д персонажей на меди возвращается ли грагас сказать сложно но грагас хорош грагас был хорош ари ари физы синдре джейс и кали ничего не пока не показывается кстати говоря про кали все еще супер у п перма перма бан так сказать в общем в принципе если подытожить потому что я заканчиваю говорить об этом турнире подытожить вообще весь этот турнир понравился ли он мне были интересные вещи то есть уровень игры был заметно заметно вырос то есть по сравнению с европейским лкс да то есть если по сравнению с европейским лкс уровень совершенно другой то есть совершенно другой уровень высочайший задумки инвейды что мне не понравилось маленькое раза разнообразие топперов дефис джанглеров то есть топперы это были так сказать вот это вот тройка опешников элис рамбл и сиджет или же это были там то есть ничего такого сверх естественно интересного не было джанглеры тоже были довольно таки скучно на меди ситуация мне в принципе нравится было много казиксов до казиксов было много но принципе ничего страшного то есть я думаю казикса немножечко еще по пофиксит так сказать и будет все идеально то есть количество а.д. персонажи на меди еще чуть-чуть сократится количество персонажей вырастет мне кажется здесь здесь все нормально говоря про бутлин ну могло бы быть конечно чуть чуть лучше небольшие твики нужны но тоже ситуация более менее нормально то есть нужно фиксить что-то нужно фиксить в топ-лайне их джангл посмотрим что делают собственно говоря у нас в патч ноутах патч ноуты в этот раз они у меня на лолгейме джарон баффут очень прилично баффут golden ages сейчас он дает максимум то есть 40 умножить на 5 здесь немножечко неправильно написано я не знаю google translator по ходу дела как работает golden ages да я в принципе даже что я покажу да понятно и и чем у меня переключится да понятно все вот так и того что мы имеем обелитесь джарон делает на себя шилд ладно в общем ушел да есть какое-то определенное значение насколько я знаю на максимальном левле оно где-то является 200 вики надеюсь на вики у нас покажется нормально 170 плюс 2 210 вру 210 на последнем уровне плюс 40 тоже на последнем уровне за каждого ближайшего чемпион насколько я знаю там рейдж где-то 600 то есть насколько я знаю где-то range 600 вот диаметров ауэ 600 да то есть если джарон стоит в гуще толпы а чаще всего это где-то так шелду вы используете как минимум когда рядом три человека то есть давалось плюс 120 шелда становилась 210 то есть плюс 120 330 и максимальное значение становилось 410 что у нас будет у нас будет плюс 60 это плюс 100 хп за счет огромного количества армора джарвана magic резиста это количество то есть где-то дает он эффективного хп около тысячи может быть даже больше нерфит ману то есть сейчас огромные проблемы у джарвана именно с маной то есть именно с маной у джарвана проблема причем жучайшие проблемы у джарвана с маной я всегда хочу ему купить хотя бы один кристаллик на ману но естественно этого не делаю в чем есть небольшая проблемка проблемка заключается в том что они нерфят тимфайт джарвана сейчас флаг джарвана дает 22 армора плюс когда вы его ставите там получается еще армора урана еще плюс 22 теперь армора полотца не будет то есть ну есть конечно плюс что они бафают стартовый армор джарвана и прирост то есть 06 на 18 этого насколько три пятых порядком 9 где-то до точнее даже больше 9 это половина порядком 11 с чем-то 11 где-то с чем-то дается больше армора ну небольшой нерф армора для джарвана но за счет бафа голдена и джесса а что меня больше радует даже за счет бафа мана коста этот мана кост реально очень важен 15 каждого можно сказать используя счета вы используете щит практически в каждом тимфайте один разочек еще на каждом практически паки крипов вы используете его разок но это где-то эффективные 100 маны дается джарвана минимум 100 маны эффективно это очень много это очень хорошо то есть в общем в плане тимфайта то есть плане пик и пикабельности джарвана на турнирах становится она чуть меньше в плане салуку я бы сказал что она становится больше ли бланк не меняют джану в принципе не меняет вот о чем я говорил нерв нейротоксина во первых расстояние нерв 25 ну на самом деле неплохой не такой нерфик и вот это вот уменьшение дэмэджа на 30 то есть на первом левле на 10 на последнем на 30 много что могу сказать много бесполезных мини нави которую опять же ничего не дает сидит я уже об этом говорил нерв где-то в лейтгейме на порядком наверно 40 60 70 и вначале это тоже очень важный нерв уменьшается бурст то есть сейчас наносится 100 дэмэджем будет 8 сами понимаете за счет там еще какого-то небольшого нерфа от ap получается где-то сокращение на 15 дэмэджа это много на войне это очень много небольшой баф тарика в плане стана небольшой нерв тарика в плане дэмэджа но нерв опять же практически бесполезны потому что тарика сейчас максит хил нерв грагаса тоже бесполезный нерв нерфа и сборно и только на самом деле здесь это баф потому что опять же google translator сейчас айсборна дает 60 армора будет давать 70 но у нас немножечко неправильно перевели или написали не знаю нерв локита серьезный нерв локит а его все еще будут собирать джанглеры кстати эффективное хп ему по нерве где-то 250 где-то на 125 то есть все еще его выгодно собирать я бы даже сказал его теперь еще выгоднее rush но это все же нерв бесполезное изменение хури кейна совершенно минимальный нерв фронту и на 15 атак спида теперь уменьшается с 20 но это бафа декори я бы сказал баф хури кейна несерьезно и я бы сказал что это все же нерв булварка но опять же это очень незаметный нерв но 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 если меня спросить то есть если меня спросить выгодно ли собирать теперь большой булвар я скажу конечно да но я думаю профессиональные джанглеры будут собирать сейчас все равно сначала локи потом аегис потом скорее всего пояс на хп и потом уже булвар секерс арм гард небольшой нерв ничего страшного зоне то не по нерве то есть разница принципе не особо большая а уменьшение цены шина это должны были делать на 60 я бы сказал что на данный момент шин стоит даже не 1200 1100 где-то то есть эффективная цена шина 1100 может быть даже 1050 но решили сделать 1200 зато получается небольшой нерв стоимости тринити опять же слишком мало то есть вот они боятся перебафать тринити бойтесь дальше все равно и если практически никто не собирает wardens mail то же самое что рандуин а зефир очень хорошие изменения зефира на мой взгляд теперь это будет мастхэв и там для некоторых топеров некоторые джанглеров есть из над и кэри большинства декарь и почему зефир был недооцененным артом очень недооцененным артом почему он не давал крита то есть большинство артефактов которые собираются на атак спид для декори они дают крит зефир давал ты на сети которые то на сети не всегда хорош потому что иногда люди собирают ксс иногда они собирают клинцы сразу вы флешивают а то на сети если вы попали в какой-нибудь там стану вас продолжит еще станом 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 и вас убьют потому что вы а декори у вас мало хп сейчас зефир будет собираться почему а потому что он очень выгоден в плане денег он дает 10 процентов спида самый большой movement speed гейн в игре дает кулдаун редакция который конечно не всем а декори полезен но какого-нибудь персонажа как вы как тот же варус как в принципе мф это полезно и он до 50 процентов атак спида в свою очередь теперь его бафнули его цену как бы на 200 то есть 25 силы атаки до этого дал 25 а так а тогда и маджета где-то 200 голода то есть в плане денег его очень сильно бафнули его собирать теперь выгодно то есть на мой взгляд изменение хорошие тем более он собирается теперь не злом сорда и 1200 на рецепт а пикакс то есть пикакс рецепт теперь будет стоить порядком там 700 голода на мой взгляд извини очень хорош что у нас еще а вот я пропустил небольшое изменение кулдаун редакшн рун кулдаун редакшн рун это всегда были руны на определенных персонажей то есть я их лично иногда стал на влада очень редко сейчас их бафнут но я не думаю что что-то что-то изменится одним словом в любом случае ability power или же magic resist будет практически всегда выгоднее то есть если вы играете например например а вот за того же ри никто на на топе против вас дабл а д в принципе кулдау редакшн будет неплохо ну сами понимаете рианит он хорошо скалируется от кулан редакшн но все равно это слишком нишевые нишевые рун и которые не особо важны что я думаю дальше будет изменено то есть опять же это мои спекуляции то есть это мои спекуляции как будет меняться league of legends дальше во первых сначала я пройдусь по персонажем персонажи которые будут ближайшее время понерфлены ближайшее время будет нерв обязательно ринектона как будет нервится ри никто варианта здесь два или же ему сделают ульту что она скалируется от ну не скалируется 1 наносит а д д д д д то есть если сейчас она дома же там 40 а пд матча то она будет дамажить 40 а д д д и вы сможете билдить собственно говоря армор и контрите никто на чуть более чем полностью скорее всего такого изменения будет потому что это и убьет в некотором роде его ленинг изменение будет какое чуть-чуть уменьшить д муж то есть буквально на пять то есть буквально на 5 измене дэмэдж ульт и чуть-чуть баф ну тот хилл с кушки которая не под рейджем Ну, там буквально на 10, да. И чуть-чуть понерфят Ешку. То есть, Armor Reduction от Е чуть-чуть понерфят. По крайней мере, я так думаю. Скорее всего, это будет так. Будет небольшой нерф Насуса. Будет бафа нерф. Чуть-чуть срежет кулдаун кушки на начальных лавлах. Чуть-чуть понерфят Ешку. Чуть-чуть понерфят ульту. Будет нерф Кайлы. Это 100%. То есть, нерф будет. Я думаю, АП с Кейлы. Может быть, будет баф небольшой Рейли и Джакс. Скорее всего, будет этот баф через арты. Опять же, там Тринити, Зефир и так далее. Будут немного твикать Рамбла. Будут немного твикать Владимира. Конкретно с Владимира ему сложно сказать. Я думаю, его будут бафать. Будут в скором времени бафать большое количество АП кэри. То есть, различных Галлио, Кенонов, Лебланков, Люксов. Их чуть-чуть будут менять Брандов тех же. И будут бафать джанглеров. То есть, это 100%. Они на данный момент нерфят арты джанглеров. Они нерфят самих джанглеров. В конечном итоге им придется бафать джанглеров. То есть, каких? Не знаю. То есть, каких джанглеров они бафать будут. Не знаю. Мунда, Гэмплэнков, Джарванов, Лисинов, Нутилусов, Алистаров, Нуну. Что угодно. Но бафы точно будут. То есть, это 100%. Или же это будет уменьшение сложности леса. То есть, сильное уменьшение сложности леса. Но я все же думаю, что это будут персонажи. То есть, небольшие нерфы персонажей. Скорее всего, когда-нибудь риоты додумаются бафнуть вышки. То есть, сейчас вышка там дамажит, предположим, от балды. 120 должна дамажить 150 минимум. Но это уже так же моя спекуляция. И будут нерфить стоимость вардов. То есть, если сейчас варды стоят 75, будут нерфить стоимость где-то, наверное, до 90-100. То есть, на данный момент просто очень-очень низкая стоимость. Говоря про Валибиры, ему точно будут бафать скорость зачистки леса и нерфить кошку. На данный момент у него кошка просто неадекватна. В принципе, все. 42 минуты я болтал. Много я болтал. Очень много. Ладно, всем спасибо за просмотр. Кому показалось это видео полезным, может подписываться на канал. Пока!